Всем привет! Добро пожаловать на курс по изучению языка проектирования схем Verilog. В прошлой серии мы с вами приступили к изучению несинтезируемого подмножества языка Verilog, того самого подмножества, который используется для написания тестбенчей для тестирования наших схем. И вот на прошлой серии мы создали минимальный тестбенч для тестирования счетчика и разобрали его структуру. Тем самым как бы создали базу или основу для того, чтобы мы могли уже изучать конкретный элемент языка на базе тестбенча. И вот в сегодняшней лекции сегодняшней серии мы приступим к изучению этих самых элементов языка. И начнем с самого начала, с чисел. Ну числа мы уже рассматривали в самой серии, но мы там рассматривали в контексте именно построения схем, то есть в контексте синтезируемого описания. В несинтезируемом описании тут появляются некоторые особенности. В частности мы там упустили, ну не упустили, а как бы не уделили должного внимания знаковым числам, то есть числам, которые могут принимать плюсовое и минусовое значение, положительное и отрицательное значение. Вот в этой серии давайте мы все это и посмотрим. Ну, во-первых, мы уже знаем, что, как у нас пишутся числа. Давайте где-нибудь вот здесь вот напишем число какое-нибудь. Число у нас как пишется? Разрядность числа, пусть это будет четырехразрядное число. Далее вот такая штучка, одинарная кавычка. Далее у нас идет система исчисления числа. Всего их четыре штуки. Бинарная, децимальная, десятичная, шестнадцатиличная и восьмиличная, буковка О. Ну, чтобы кто-то использовал восьмиличную систему исчисления, я такого не видел. То есть она малопопулярна. Вот в основном используют вот эти три числа. Вот три системы исчисления. Б, C, D, E. И вот для каждой системы исчисления пишется, далее пишется число. Число в соответствии с данной системой исчисления. Ну, для шестнадцатиличной системы это у нас будет, какие цифры? С нуля по F, понятное дело. В десятичной это с нуля по 9 и в бинарной это с нуля по 1. Вот, то есть число в бинарном виде пишется, как так вот, например, пятерка пишется, четырехразрядная пятерка. Вот в десятичном виде у нас пишется вот так вот, десятичная пятёрка. В шестнадцатеричном виде она также пишется, потому что это пятерка какая-нибудь там, десятка, уже будет писаться вот так. Большой или маленькая, не важно. И то же самое касается, что вот название системы исчисления. Можно писать большую, можно писать большую д большую о большую б неважно ну давайте напишем какую-нибудь бинарную пятерку да вот значит как то знаем у нас система двоичная используется в числах хотя не в десятичном виде пишутся в бинарном в шестеричном восьмеричном так или иначе каждый разряд представляется виде двоичного числа но в тест-бенчах у нас появляется еще два состояния у каждого разряда это состояние z она нам частично знакома мы его применяли когда если мы хотим мы его применяем если хотим чтобы вывод микросхемы ну нам больше ближе всего плюс вот мы его применяем тогда когда хотим если чтобы вывод микросхемы плюс от был отключен от источника сигнала то есть не был не выдавал ни 0 ни единицу а как вот повисал в воздухе это нужно для формирования общих шин то есть когда на один провод нужно два источника подключить два источника которые работают по перемен на то один тут другой z также может быть либо большой либо маленькой и вторая переменная второе состояние это x тоже может быть были больше либо большой либо маленький x это неизвестное состояние то есть не определенное то есть мы можем указать в конкретный разряд x или z z x и если x то это значит что они состояли состояние разряда неизвестно ну а z это как мы уже знаем высокомпедансное состояние и вот таким образом получается что у нас система исчисления как бы становится псевдо четверичный то есть у нас как бы четыре состояния может быть единица 0 z x но псевдо потому что z x это не они в счете не участвуют они про биты просто могут принимать такое значение если мы их установим вручную ну или не вручную если там папа в результате операции такой возникло такой тоже может быть вот но в ревриду цифер цифер в ряду цифер они отсутствуют вот но тем не менее становится интересно как же они участвуют в математических операциях в альфметических и тому подобное ну до операции мы даем в свое время сейчас же мы хотим уделить внимание отрицательным числом знаковым числом рассмотреть их более подробно и вот там мы посмотрим заодно как они вот эти значения вот эти как вот эти состояния принимают какие значения и так значит ну вот у нас есть пятерка ну давайте попробуем вывести ну пусть будет какой-нибудь переменная а у нас будет равна вот этому значению и да значит надо надо создать к регистр ну давайте побольше как у него регистр а регистры б регистр регистр c у нас уже есть ну пропустим лан регистр а б будет да у нас кстати тоже есть а б ц д ну пусть будет е пусть будет е вот и давайте четырех разрядный тоже сделаем от 3 до 0 и так значит вот у нас модул всем запущен нам наверное сейчас сейчас на временную диаграмму будет выводить выводить наверное будет неудобно смотреть поэтому давайте мы это число сейчас выведем на в консоль в консоль мы видим для этого есть такая специальная системная функция называется дисплей дисплей в кавычках мы указываем любой текст который мы хотим вывести любой текст и через запятую переменную который хотим вывести уже буду переменную вывести надо указать ее в тексте указывается она через модификатор так называемый то есть значок процента и далее системы исчисления нам интересно бинарные вот то есть понятно будет выводиться текст и потом когда он включает модификатор он выводит переменную вот и где переменных вывести значит мы ставили в две переменных и два модификатора тоже бинарные то есть первый модификатор соответствует первые переменные 2 модификатор соответствует строй переменной вот у нас сейчас одной примерно и потому что поэтому одна переменная и здесь текст напишу нормальный а равно какой-то такой а равно вот это текст а сюда он поставить значение вот этой переменной вот так и моделировать не будем поэтому операцию стоп мы ее просто сюда вот впишем и все вот таким образом ну попробуем запустить посмотреть что будет так вот есть 0101 вот пятерка вышла но если что может быть вам будет мелко смотреть да может быть имеет смысл увеличить шрифт давайте увеличим шрифт едет preference по-моему вот этот шрифт но дело в том что сейчас если я нажму сюда то почему-то все виснет все виснет потому лучше сделать вот так вот через через вот этот список default и где то есть под конец она была вот это по-моему берет ставим но какую постановку 14 поставим есть вот такой покрупнее да получше видно но если скажете если будет мелко еще увеличим вот значит переменная 0101 пятерка пятерка так вот как создаются отрицательные числа добавление в знака минус проверим проверим вот единица стала старший разгляд а здесь получилось у нас вместо пятерки какая-то тройка да надо разобраться почему так происходит и вообще почему изучал и вообще зачем все это надо почему и зачем значит как у нас пишутся отрицательные числа знаковые числа сначала как пишет обычное число вот у у нас там пятерка была да четырех разрядная бинарном виде то есть все разряды это разряда числа то есть у нас здесь четыре разряда мы можем тут максимум написать число 15 15 вот отрицательные же числа формируются следующим образом точнее знаковые знаковые старший разряд он особый разряд и потом идут мышь у нас четырех разрядное также число потом уже идет сама пятерка вот это плюсовое число так пишется старший разгляд отводится по знак если знак нулевой тогда число число плюсовое и это у нас разряда самого числа минусовое число отрицательное число она формируется следующим образом знают это знаковый разряд он становится единицей это знаковый разряд потом вот эти биты инвертируются 010 и следующим этапом следующим этапом вот к этому числу прибавляется единица к инвертированному числу прибавляется не получается 011 вот то есть у нас переходной процесс вот пересчеты и вот это уже полное сформированное полностью полностью сформированное отрицательное число вот что мы здесь и видимо 1 011 вот зачем общество это надо почему так ну потому что здесь у нас четыре разряда по числу мы можем максимум 15 человек закодировать да здесь у нас по числу творится три разряда мы можем максимум сделать число 7 то есть половину меньше то есть получится получается так что если мы работаем как с какой работаем с числами которые не требуют хранить их в отрицательном значении в отрицательном состоянии то есть мы работаем только с плюсовыми числами мы можем использовать больший диапазон в два раза больше числа можем хранить вот если же нам нужны минусовые числа отрицательные то нам приходится жертвовать разрядностью то есть мы у нас один раз лет становится меньше и соответственно максимальное число уменьшается в два раза поэтому вот так поэтому выбор осталось выбор за программистом за пользователем какая как ему удобней поэтому такая вот штука и получается вот так вот возвращаясь к вопросу вот этих состояний x и z если мы сюда напишем x или большой или маленький без разницы что он покажет что нам покажет консоль давайте пока без минуса убедимся что показывается все правильно показывает она вот x показывает можем разгляде хорошо теперь ставим вот сюда уже на пинус и делаем число отрицательным что мы видим мы видим уже все x и почему так потому что вот этот минус это фактически операция то есть такая же как плюс как минус как множить как поделить только на унарное то есть она применяется к числу к одному числу не между двумя числами а к одному числу ударная операция и что происходит происходит то что когда он инвертирует число вычисляет вот из этого числа из этого числа вычисляет отрицательное число делает он соответственно там инвертирует как мы знаем да и прибавляет единицу к младшему разряду а младший разряд неизвестен поэтому сформируется или не сформируется перенос старший разряд тоже неизвестно значит и неизвестно состояние этого разряда и так далее просто wraiths неизвестно состояние разряда значит и неизвестно созданы memberchaus сформирует он туда приносов линия сформируется старший разряд вот так получается из за того что младшие неизвестно неизвестны какие будут переносы еще число становится неизвестным ну и та же будет z то же самое z вот поэтому поэтому за этим делом надо внимательно следить и так вот значит у нас есть такая форма записи числа но она не единственная есть другая форма записи числа давайте напишем их переменную b здесь ставится еще значок с который нам как бы дополнительно говорит о том что число знаковое если изначально это было беззнаковое число а мы к нему применили эту операцию и она стала знаковым то вот этот буковка s говорит о том что число явно знаковое потом из этого за плюсового знакового числа делаем минусовое отрицательное ну давайте выведем посмотрим что будет значит у нас а равно нас а выводится делаем запятую или даже не за плана b равно и модификатор тоже в бинарном виде посмотрим b то есть вот так вот этот модификация будет выводит вот эту переменную состояние переменной этот модификатор состоянии вот этой переменной но нам тут они в одну строчку сейчас будет написано да вот как есть так и есть она бы хотелось в разных строках придется сравнивать но если мы перенесем строку да разрывем то ведь получается кавычки рвутся и соответственно будет ошибка при компиляции поэтому на этот случай есть escape последовательность так называемая вот такая обратная черта где бэкспейс и буковка n вот это вот один символ обозначает перевод калетки новая строка новая строка вот запускаем посмотрим и видим что что чтобы одинаковые то есть эти две формы записи не отличаются как бы не отличаются они на самом деле чуть-чуть отличаются но мы об этом позже поговорим по большому счету они не отличаются вот ну давайте попробуем совершить какую-нибудь операцию между двумя числами чтобы нам было нагляднее видно давайте создадим еще одну переменную хотя наверно а.б. нам достаточно этих вот переменные регистры и пусть она будет побольше разрядностью от 7 до 0 скажем так будет нагляднее и вот значит у нас найти нам не нужны временно вот у нас переменная равна минусовую пятерку заплюсуем с винарные виде с плюсовой пятеркой отрицательную пятерку отрицательная отрицательная 5 плюс положительная 5 что будет по идее как бы он должен быть да вот сейчас проверим так вот давайте тут запись тоже сохраним здесь заново напишем чего у нас не равно и равно сейчас мы узнаем чему равна я так сохранили запускаем что там у нас где точка запятой так и видим 0 получился 0 ну все правильно как бы минус 5 плюс 5 получается 0 вопросов нет вопросов нет здесь почему нет потому что потому что что так что даже вот так мы сделаем да будет один и тот же результат тоже вон все правильно то есть вот эта буковка она как бы ни на что не влияет то есть мы делаем предварительный вывод предварительный вывод что вот это число тоже преобразуется к к знаковому типу оно по-прежнему плюсовое но он преобразуется к знаковому типу то есть изначально это число оно беззнаковое но преобразуется к знаковому типу вот но не все так просто посмотрите если мы сделаем сейчас что такую вещь мы переменную а а кстати да забыл сказать обратим такую вещь вниманием такую вещь у нас здесь объявлены регистры да мы вот эти а б е объявили как регистры но если мы хотим чтобы эти переменные были знаковыми мы должны написать signet потому что по умолчанию не беззнаковые то есть signet 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 вот но это мы сейчас написали signet а до этого то signet и не было signet и не было и тем не менее результат мы наблюдали правильный да то есть получается так что результат тип тип переменной слева ни на что не влияет тут тоже такой важный момент если перемен если ни на что не влияет тут у нас будут переменные справа то тут может влиять сейчас мы это посмотрим а если слева то нет вот поэтому сейчас мы будем в переменную а присваивать присваивать знаковое число поэтому нам надо переменную объявить как signet но эту заодно объявим как signet не помешает вот его теперь у нас переменную а присваиваем значение минус минус 5 и вот теперь вот эту минус 5 заменяем на а значит и что мы ожидаем тут увидеть ожидаем мы что увидеть вот видите что получилось единица вылезла то есть у нас число числа были четырехзначные но при этой операции минус 5 плюс 5 откуда-то взялась единица старшем разряде почему так происходит а вот так происходит почему то почему то если у нас переменная из нас выражение с участием переменной то переменная приводится к беззнаковому типу то есть у нас пятерка там как выглядела пятерка у нас как выглядела если пол если мы единица вспомним ее 0 1 1 да и к этой вы к этому числу мы прибавляем если прибавляем и вот это число 0 1 0 1 что получается единицы складываются получается 0 и перенос в этот разряд идет здесь опять 2 единицы получается 0 перед перевод 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 в переносе в переносе опять получается 0 и перенос в этот следующий разряд здесь опять 2 единицы единицы 0 и плюс единицы из переноса опять переносу переводит туда вот старший разряд то есть он вот это число рассматривает не как знаковая а как беззнаковая вот этот разряд он рассматривает как числовой а не как знаковый то есть получается так что при вот таком выражении он приводит знаковые переменную она у нас как сигнет объявлены к безнаковому виду рассматривает отрицательное число просто как положительное число не отрицательное число он рассматривает как без знаковое число без знаковый из теста и соответственно положительная вот такая штука но что интересно если мы здесь поставим с то что у нас будет у нас будет уже вот все нули то есть переноса не было то есть сейчас он вычислил все правильно то есть до этого когда мы константы складывали у нас преобразовывалось преобразовывались все константы к знаковому типу а когда у нас переменная то надо чтобы все все элементы выражения были знаковые вот так получается тогда результат будет правильный то есть если хоть один элемент без знаковый то и лежит от без знаковый но это не касается переменных почему так сделано в чем тут сакральный смысл я не знаю просто такой факт и еще надо такой момент на такой момент обратить внимание это вот то что вот мы тут делаем да вот мы например пишем четырехразрядная пятерка да то есть эти минусовая но пятерка то нас кодируется в трех разрядах то есть нам достаточно как бы здесь по идее то написать 3 для пятерки 3 разряда да но мы обязательно пишем 4 то есть писать тогда на один разряда больше почему потому что вот как раз есть мин минусовый разряд для хранения отрицательного значения для хранения информации о том что число отрицательное вот так вот поэтому надо хранить поэтому надо писать всегда на один разряд больше ну вот давайте посмотрим что будет если скажем не будет хватать не будет хватать разрядов значит у нас есть переменная переменная а везде вот нас перемену а будем писать не пятерку сейчас десятку вот так вот что будет интересно и выводим ее на тоже если она тут как-то суммирует то нам уже неважно вот ожидали видит десятку а увидели какую-то ерунду ерунду почему потому что он просто над этим числом над нашей десяткой провел все вот эти вот операции про которые мы говорили разряд обнулил потом проинвертировал получил 1 0 1 и к 1 0 1 прибавил единицу до 1 0 1 1 1 0 1 это у нас пятерка получается так пятерки подавил 1 получилась шестерка да вот то есть он свои как бы дело сделала то что не хватило разглядности это уже это уже это уже мы не уследили поэтому всегда если у нас число четырехразрядное надо еще дополнительно вводить знаков дополнительного расширять разглядность прошло это взгляд на сперем увеличение вот разрядов на единицу для знака вот но если у нас мы сейчас мы вернемся к пятерке как у нас было вот и скажем у нас переменная было бы трех разряд трехразрядный да то что было бы ну данном случае просто было бы усечение он будет то что получилось присвоил бы а лишний взгляд просто бы выкинул он не бы не влез ну и вот связи с этим тоже вылезает разница вот это в записях которые мы говорили значит а б давайте напишем у нас уже есть бы значит разница в записи с буковкой с и без буковки с то есть раз мы напишем три разряда так чтобы не хватало разглядности здесь у нас есть буковка из а здесь и нету вот что она выведет в консоль вот выводит тоже по-разному будет по-разному то есть как бы разница она вот в этом это первая разница но это как бы не так важно потому что запись уже сама по себе неправильно вот а вторая разница это то что вот здесь вот надо делать теперь константу явно знаковый для того чтобы у действия вот это не было преобразования к беззнаковому типу чтобы перемену не преобразовывая знаковому типу ну давайте еще раз такое дело посмотрим как переполняется как переполняются числа просто ради интереса значит есть у нас пятерка пусть будет да или нет никак у нас максимум будет значить у вас все единицы до 7 минусовая семерка вот мы из минусовой семерки просто вычтем что мы вычтем мы вычтем еще минус 1 вычтем единицу вот так вот посмотрим что будет ну вот что получилось возникло переполнение ну можно поставить буковку с конечно это особо ни на что повлиять не должно да результат тот же самый ну это же то же самое будет если мы скажем сделаем это в константах то есть это у нас мы сделали в константах и то же самое будет если мы это сделаем в переменных е равно а минус б так что ты не то сделал так вот е вот то есть е у нас она пошире там у нас 8 разрядов вот этого видно как вот идет переполнение вот таким вот образом да ну еще следует сказать может быть мы уже говорили об этом я не помню короткий формат записи чисел то есть с этим переполнением с нехваткой разряда вырезать не у нее не не бороться можно сделать записать коротким форматом то есть вообще убрать вот таким образом значение разрядность и он ее сам вычислить необходимую но давайте попробуем проверим его так это или не так значит у нас а б давайте тоже пятерку сделаем и минус пятерка по прежнему минусовая и сделаем пятерку плюсовую посмотрим правильно или вычислить пятерка минусовая пятерка плюсовая значит а плюс б ну вот нули то есть разрядность он посчитал сам но все равно разрядность перед разрядности переменных должно хватать у нас хватает поэтому все правильно вот и еще за одна форма записи это просто вот так вот пятерка без ничего по умолчанию это значит у нас и разрядность системы исчисления все по умолчанию по умолчанию это разрядность система исчисления десятично я разрядность 32 разрядная то вот это число и вот это через число эквивалентно двухразрядная децимальная пятерка притом она знаковая на знаковая поэтому вот так фигнет как написать так вот это и вот это равно вот так 32 знаковой 32 разрядная децимальная пятерка десятичная пятерка ну наверное на сегодня все может быть серия получилась короткая но я думаю так будет лучше потому что серии выходят уже чуть ли не раз в год мне-то самому не нравится может быть короткие серии будут выходить почаще во всяком случае надеюсь поэтому вот за одну серию будем стараться разбирать какую-нибудь одну тему с числами разобрались в следующий раз поговорим о переменных мы-то знаем только две переменные это регистр и частично интеггер вот а их там есть еще вот ну на сегодня все то есть от束 gjort Продолжение следует...